Есть число x, которое является корнем пятой степени из 2 плюс корень квадратный из 3 плюс корень пятой степени из 2 минус корень из 3. Задача. Придумайте уравнение с целыми коэффициентами, корнем которого является число x. Это ведь гипотическое расширение. Да, так что поняли шестиклассники. Корень пятой степени из 32 – это двойка. Почему? Потому что если вы двойку умножите на себя нужное количество раз, то получится 32. Понятно? Работает. Еще раз. Я не говорю, что это легко. Я говорю, что когда я расскажу эту задачу, вы получите удовольствие. Потому что ничего, выходящего за рамки предела 6-7 класса, как ни странно, решений нет. Другое дело, что это что-то из вас придумываешь. Я согласен, что в данном случае это тяжело. Вот неравенство среднего, это еще у вас будет шанс. А вот сейчас после несколько минут подумайте и придите в ужас. От того, что у вас ничего не получается. А потом выяснится, что все легко подойдет. Что же написать такое уравнение, чтобы корнем являлся 6? Да. Надо написать такое уравнение с целым коэффициентом. Чтобы корнем было то ужасное число. А что получится, если я х в квадрат? Ну, не знаю, что там. А как вы называете корень 5-й степени квадрата? Прямо так. Там получается? Нет, а вы получите корень 4-й степени? Нет, конечно. Это возвести 600 квадрата, что выносите его на себя. Ну вот, а как вы получите корень 5-й степени для себя? Еще раз. Я согласен, что у вас сейчас полный ремешок. Что вы? Что мешает? Нарисовать вокруг него квадрат. Чем плохо? Ну, ребята так и есть. А? Примерно так и есть. А правда, что ты не знаешь решение? Ну да, значение у него будет непонятное. Нет, никто же не говорит, что это... Нет, 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 так не получится. Задача специально составлена так, что вот так вот калькуляция раз пить, ничего не получится. Сейчас есть. Шанс вообще нет. Действительно, задача олимпиады. В том смысле, что ничего сложного в ней нет, но это понимаешь только когда тебе рассказали решение. Скажите, а можешь мне еще что-то слове? Могу. Придумать уравнение с целыми коэффициентами, которые удовлетворяют числу иис. Вы сказали, что через 5 минут расскажите. Да, еще сроксик будет осталось. А вот есть идея. Если мы в порядке 5-й степени зайдем по 2-й, то 2-й степени может соединиться? Нет, нет, конечно, что-то получится. Число у нас будет задать. А если корни 5-й степени будет звезти в форме 5-й степени? То будет то, что под корни написано. А если квадрат висит? А, вы хотите вот это вот взять и перемножать? Да, мы хотим квадрат висвести. Мы хотим квадрат висвести в 6-й степени на 5-я. Нет, ладно, все, правда, время у меня осталось 4 минуты. Расскажем. Смотрите, что на самом деле надо было заметить. Это правда не просто заметить. Надо было заметить, что когда умножаешь 2 плюс корень из 3 на 2 минус корень из 3, то получается, знаете, сколько? 4 плюс минус 1. Объясняю почему. 2 корня из 3 и минус 2 корня из 3 исчезает. Так называемая формула разных квадратов. А плюс b умножить до а минус b, это разность квадратов. Значит, это не просто число, это единица. А вот дальше замечательная простая идея. Давайте-ка мы обозначим корень 5-й степени из числа 2 плюс корень из 3, некоторой новой буквы y. Скажите, пожалуйста, тогда корень 5-й степени из 2 минус корень из 3, это будет сколько? 1 делить на y. А? 1 делить на y. 1 делить на y. Почему? А вот почему? Потому что 2 минус корень из 3, это 1 делить на 2 плюс корень из 3. Читайте вот эту запись. Вот эту вот отправляйте в правую часть и будет так. И когда вы извлечете корень 5-й степени, что у вас будет? 1 делить на y. Понимаете или нет? Да или нет? 1 y. 1 y. Ну, казалось бы, ну и что? А то, что число x теперь записано, гораздо приятнее и понятнее. Это y плюс 1 y. Ну, правда, y это не очень понятно. Что? Вот. А теперь давайте зададим себе такой интересный вопрос. А если у нас есть y в пятой плюс 1 делить на y в пятой? Кто знает, что будет, если каждый из этих чисел возвести в пятую степень? Что у нас будет? Плюс корень из 3. И минус корень из 3. Это сколько? Это 4. Это 4. Заметьте, это уже понятное число. Осталась проблема. Как вот это выразить через x? До множества на y в пятой? Нет. Просто не надо торопиться. Сразу присадить для пятой степени. Спокойно. Берем и, например, возводим y плюс 1 y в квадрат. Все помнят, что это плюс b в квадрате? Да. Что такое плюс b в квадрате? y в квадрате плюс 2. y в квадрате плюс 2. плюс 2 плюс 1 делить на y в квадрат. Согласны? Да. А теперь давайте поехали дальше. Что? Что? Я понятно написал. x в квадрате плюс 2 умножить на x минус x. Я могу написать, что y в квадрат плюс 1 делить на y в квадрат это x в квадрат минус 2. Согласны? Да. Ребята, мне осталось еще вот что. Третья степень, четвертая и пятая. Как это делается? Как третья степень? Не должен просто поехать. y плюс 1 y умножить на y в квадрат плюс 1 y в квадрат. Кто-нибудь скажет, сколько это будет? y в квадрате. y в квадрате. Я сейчас y в квадрате плюс 1 делить на y в квадрате. Запишу как x в квадрате минус 3х. Проверяйте, пожалуйста. Разумеется, если бы ангелы знали получше, можно было бы что-то найти по-другому. Быстрее это рассказывать. Но как есть, так и есть. Осталось вот что. Написать, сколько будет y в квадрате плюс 1 делить на y в квадрате. Все понимают, что вот это, это x в квадрате минус 3х. А про y в квадрат, знаете, помнишь? x в квадрате минус 2. x в квадрате минус 2. Отлично. А если скобки раскрыть? x в квадрате минус 3х. y в квадрате минус 3х. x в квадрате минус 3х. плюс y. Плюс 1y. Все понимают? Плюс 1 делить на y в квадрате. Так. y плюс 1y, я помню, это x. Это получается y в квадрате плюс 1 делить на y в квадрате плюс x. 4 плюс x. Это 4 плюс x, совершенно верно. Это 4 плюс x. Так, ребят, все. Вот оно уравнение. Это знака янца. Осталось, конечно, перемножить. Тут тоже ничего не поделаешь, надо перемножить. Получается так. x в пятой минус 3х в кубе минус 2х в кубе. Это вот отсюда. Плюс 6х равняется x плюс 4. То есть на самом деле x в пятой минус 5х в кубе плюс 5х равно 4. Просили уравнение, вот уравнение. Господа, еще задача одиннадцатого класса. Я не говорю, что вы должны были ее сделать, безусловно. Но смотрите, удивительным образом, ничего, кроме простейших алгебраических формул в ней нет. Надо было просто верить в симметрию. Надо было верить, что если у нас написали 2 плюс корень из 3х и 2 минус корень из 3х, то это написали не просто так, а потому что произведение этих чисел равно единице. И, соответственно, когда есть y плюс 1y, надо было понимать, что при возведении в степень у нас все будет хорошо. Все. Всем счастья. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok